Всем привет! Сегодня я подготовил для вас рейтинг из 5 лучших проекторов, которые способны заменить вам телевизор. С вами канал Пандорум и мы начинаем! Ну а откроет мой список взятка C2. Очень популярная и бюджетная модель проектора для домашнего кинотеатра. Родное Full HD разрешение и возможность приобретения в комплекте с TV Box H96 Max сделали данную модель весьма вкусным вариантом для желающих купить себе проектор, а заодно оценить достоинство его использования в тандебе с Android TV Box. Да и в целом проектор получился довольно достойным за свои деньги. Устройство получилось довольно увесистым. Корпус выполнен из пластика черного либо белого цвета. На лицевой стороне располагается линза, защитный колпачок к которой прилагается. Декоративная полоса цвета хамелеон и логотип компании. На верхней части имеется стандартная панель навигационных клавиш и кнопок управления. На боковых частях устройства установлена решетка для теплоотдачи, а также более четкого звучания двух стереодинамиков. Тут же имеется элементарный фильтр, предотвращающий попадание пыли и мелких частиц грязи внутри проектора. На задней стороне разместились порты подключения, а также дополнительная решетка системы охлаждения. На нижней части проектора установлены прорезиненные ножки с креплениями под установку на кронштейн. Комплект поставки у взятка C2 является одной из его отличительных особенностей, так как производитель пошел на хитрость и предлагает покупателю несколько вариантов покупки проектора. Не считая стандартных комплектующих, таких как кабель питания, пульт дистанционного управления, две пары 3D очков и инструкцию, магазины на Алиэкспресс предлагают три основных варианта комплектации. При этом саму ТВ приставку Android TV Box H96 Max вы всегда сможете приобрести отдельно от проектора, либо другую. Проектор стационарного типа и может быть установлен как на ровную поверхность перед проекционным экраном, так и под потолок с помощью креплений под кронштейн. Предустановленная система управления в проекторе максимально проста и предлагает вам меню, где можно выбрать источник для воспроизведения контента и тип контента. Видео, фото, музыка, либо текст. В случае с Android TV приставкой при включении вы попадаете в аналог Smart TV на базе OS Android 9.0. По заявлению производителя, проектор поддерживает размер экрана до 250 дюймов, а также имеет хороший встроенный звук на 20 Вт. Несмотря на работающий во время воспроизведения контента кулер системы охлаждения, устройство достаточно тихое и не отвлекает от просмотра. Помимо предлагаемой ТВ приставки, проектору можно подключить любое стороннее устройство, например ноутбук, игровую консоль, либо смартфон. Из ключевых особенностей я бы выделил хороший запас яркости и контрастности, который в тандеме с качественным проекционным экраном может посоперничать даже с более дорогими моделями проекторов. Если анализировать отзывы пользователей, то в целом они носят положительный характер. Главное не ошибаться при выборе варианта комплекта поставки и купить именно то, что вы хотите. Также по отзывам пользователей можно судить о неком часто встречаемом баге, связанном с необходимостью активировать пульт дистанционного управления. На четвертом месте очень интересный вариант от Xiaomi под простым наименованием T2 Max с поддержкой Full HD проекции. Для производства корпуса в Anbu Project T2 Max выбран белый пластик с матовой поверхностью. Устройство включается с помощью механической кнопки, которая находится в верхней части аппарата. Рядом разместилось механическое колесико, при прокручивании которого осуществляется регулировка фокусного расстояния. На торце и на лицевой стороне вы увидите динамики, а на тыльной поверхности разъемы для подключения периферийного оборудования. Это VLAN, USB 2.0, HDMI и AV-вход. Также на передней стороне разместился объектив черного цвета. Устойчивость достигается благодаря четырем прорезиненным ножкам. Также предусмотрена возможность фиксации устройства на кронштейне или штативе, так как на его основании есть специальное отверстие. В числе достоинств Xiaomi OneBoo Projector T2 Max входит возможность воспроизведения файлов разрешением Full HD. Аппарат оснащается мощной светодиодной лампой, ресурс которой превышает 20 тысяч часов, а яркость составляет 5000 nC-Luminal. Отсутствие нагрузки на зрительную систему достигается за счет рассеянного отражения, ведь прямой световой поток воздействует на стену, а не на глаза зрителя. Стоит отметить и то, что устанавливать проектор можно не только прямо, но и под углом. В нем реализована система вертикального и горизонтального выравнивания трапеции под углом до 40 градусов. Наличие чипа MS-Star обеспечивает работу с технологией кодировки HDR10. Изображение воспроизводится в высоком динамическом диапазоне, что помогает сохранить его мельчайшие нюансы. Можно выбирать нужное расстояние установки девайса от стены, благодаря чему диагональ картинки варьируется от 40 до 120 дюймов. Например, 40 дюймовое изображение получится, если аппарат будет установлен на полутораметровом расстоянии, а 120 дюймовое на трехметровом с сохранением разрешения Full HD. Для воспроизведения звука задействуются два трехваттных динамика, которые выдают чистое и глубокое звучание с, как по мне, достойными басами. Беспроводное подключение представлено технологией Bluetooth 4.0. Объем оперативной памяти равняется 1 гигабайту, а встроенной 16. В качестве операционной системы было решено использовать Android, поэтому можно устанавливать приложение даже через файлы АПК. Кроме того, создатели установили мощный встроенный турбовентилятор, который отлично справляется с задачей отвода тепла наружу, и работает он достаточно тихо. В зависимости от нагрузки, шум от работы кулеров может варьироваться от 30 до 50 дБ, что не так и много. Благодаря компактным размерам она не займет много места, а белоснежный корпус в минималистичном стиле отлично впишется в современный интерьер. Тройку лидеров занял проектор EG-650. Дизайн вполне обычный, ничего особенного. Корпус из черного пластика с белым верхом. Комплект поставки тоже стандартен. Сетевой шнур, переходник FV-RCA и пульт дистанционного управления. Объектив штатно комплектуется защитной заглушкой. Диаметр передней линзы 78 мм. Слева отверстие динамика. Справа находится охладительный радиатор, из которого выходит горячий воздух. Обратная сторона в левой части содержит некоторые органы управления. Крутилка для регулировки вертикальной трапеции в 15 градусов и клавиша включения-выключения проектора по центру. Правее находится массив различных портов. Это 3,5 мм аудиоджек для подключения наушников или внешней акустики. AV-вход для подключения источников видео через RCA. USB-порт 1, простой для чтения накопителей. USB-порт 2, тоже для чтения накопителей, плюс для подключения смартфонов в режиме Wirecast. 2 HDMI для подключения источников видеосигнала и сетевой разъем для подключения питания в 220 вольт. Верхняя сторона устройства представляет собой сплошную пластиковую вставку, но у переднего края можно отыскать остальные органы управления, которые выстроены в ряд, причем сенсорные, но с подсветкой. Эти клавиши навигации по меню, подтверждение и возврата. Донная сторона оснащена четырьмя резиновыми ножками. Под каждой ножкой скрыта резьба для установки на специальный проекторный штатив. Проектор оснащен электроприводом, который автоматически подстраивает нужный фокус, дабы картинка была максимально четкой. По поводу меню, то здесь все стандартно, интерфейс сбегается по всем пунктам, как и в других проекторах. Есть возможность выбрать выход, разрешение, также настроить наклон изображения, выбрать язык, в том числе есть и русский. За работу устройства отвечает четырехъядерный процессор A531G Ki-i351, который работает в связке с графическим ускорителем Mali-T400. На борту находится 1 гигабайт оперативной памяти DDR3 и 8 гигабайт встроенной. Безусловно, данная конфигурация не справится с тяжелыми играми, ну и кто будет играть на проекторе на самом деле. Железо без особого труда справляется с обработкой интерфейса и воспроизведением видеороликов, при желании можно поиграть в простейшие игры. Работает EG650W под управлением операционной системы Android 9.0, которую нельзя назвать новой, но у проекторов она все еще встречается достаточно редко. Наличие операционной системы на борту устройство изначально выгодно выделяет данное устройство на поне младших собратьев, а именно тем, что при наличии соответствующих кодеков устройство способно справиться с воспроизведением практически любого мультимедийного файла. По большему счету этот проектор это полноценный ТВ-бокс со средними характеристиками, позволяющий не только просматривать видеофайлы, но и онлайн телевидение. Уровень максимального шума составляет 56 дБ, что позволяет вполне комфортно просматривать фильмы даже на небольшом удалении от проектора, при средних настройках уровня громкости. Второе место это Tandel TD96, который уже как пару лет находится на первых списках лучших проекторов с Алиэкспресс и превосходит его только вариант с первого места, но сначала давайте поговорим про эту модель. Проектор имеет пластиковый корпус, условно разделенный на две части. Интересный дизайн как по мне, но в то же время громоздкий. На верхней панели размещен достаточно крупный кнопочный блок, все необходимые функции вызываются с этих клавиш. Также присутствует логотип Tandel и индикатор работы. Достаточно габаритный корпус позволил разместить сразу два мощных динамика. Тут полноценное стерео. Дополнительно можно воспользоваться линейным выходом на внешнюю акустическую систему. На задней панели расположены несколько интерфейсных разъемов, имеется глазок для пульта дистанционного управления. Также виден закрытый слот под RG45 для версии проектора с Android. Кнопки на передней панели стилизованы, размещены в два ряда. Это основные, такие как меню, окей и источник сигнала, а также вспомогательные, то есть стрелочки. Также есть кнопка включения-выключения питания. Слева направо приемник инфракрасного пульта, VGA-коннектор, пара USB-гнезд для накопителей, пара HDMI для подключения видеосигнала и выход на наушники, а также AV-вход. Проектор оснащен возможностью воспроизведения с USB-накопителей. Очень удобно, особенно если проектор используется автономно, без помощи ПК. Проектор универсален в вопросе установки и может размещаться как под потолком, так и напрямую от проекционной области. Для оптимального изображения при этом необходимо минимум полтора метра от экрана, что позволяет получить картинку размером полтора метра на 60 сантиметров. Для царских же 100 дюймов вам понадобится расстояние порядка трех метров до проекционной области. Проектор лучше всего показывает себя в условиях полного затемнения. Ну и при непрямом дневном свете картинка смотрится терпимо. Первый положительный момент, который отмечают все пользователи устройства, заключается в четкости и детализации изображения. И действительно, среди бюджетных проекторов картинка у Tandel T96 выдающаяся. Конечно же, это не DLP, но и мыльным изображение, получающееся с помощью этого проектора, точно не назовешь. Версия Android 6.0, довольно сырая и требует доработки. К примеру, предустановленные приложения YouTube не способны выдавать даже привычное Full HD. К счастью, можно установить аналог, вроде Smart YouTube TV, да и другие АПК-файлы также тут устанавливаются без проблем. При необходимости, проектор имеет возможность быть подключенным к внешней акустической системе, через аудиоразъем, либо по воздуху, если речь идет о версии SOS Android. Плюсом также стала мультиформатность, позволяющая воспроизводить практически любой видео-аудиофайл без мучений с конвертацией и прочих танцев с бубном. Главные плюсы это четкость изображения, мультиформатность и хороший запас яркости. Взятка C3. Это светодиодный проектор на базе Android 10 с разрешением Full HD и поддержкой 4K. Топовый светодиодный проектор, который совместил в себе высокие характеристики и низкую цену. С помощью него вы сможете сделать домашний кинотеатр или, например, игровую зону. Проектор обладает высоким разрешением и отличным звуком. За производительность проектора взятка C3 отвечает четырехъядерный процессор А55. Он в два раза быстрее процессора предыдущей модели. Также, сравнивая с предыдущей моделью, у взятка C3 увеличился запас яркости на 50 анти-люминал. Благодаря работе с этим процессором, проектор теперь поддерживает не только 4K, но и 8K при 24 фпс. Встроенный ЖК-дисплей Full HD IPS цветовая гамма шире, чем аналогичные проекторы Full HD. Также у проектора взятка C3 был доработан звук. Встроенные колонки имеют звуковую камеру, что позволяет добиться более реалистичного звука. Из дополнительных особенностей можно отметить, что у проектора была доработана система охлаждения. Появился порт быстрого отвода тепла. Проектор имеет большое количество входов и выходов для эффективного использования. Взятка C3 основательный и довольно увесистый проектор стационарного типа. Несмотря на это, для его корректной работы требуется небольшое расстояние от 1,5 метров до проекционного полотна. А сама установка может быть под довольно широким углом. Сам угол проекции обеспечивает так называемая технология 4D коррекции изображения, что позволяет изменять угол наклона не только по вертикальному и горизонтальному положению, но и как бы смещать изображение внутрь себя вплоть до 100 градусов. Особенно удобной эта технология покажется тем, кто не желает устанавливать проектор в центре комнаты, акцентируя таким образом на нем основное внимание. При запуске вас встречает собственная система управления проектором, либо операционная система Android, в зависимости от выбранной комплектации. В принципе, проектор универсален, и покупать ли его со встроенной операционной системой, либо использовать с ТВ-приставкой или ПК, уже решать вам. Взятка C3 обладает приличной яркостью, но за счет этого может сильно нагреваться. Поэтому при установке следует учесть, что при максимальных нагрузках устройство уделяет объемное количество теплого воздуха. Любителям беспроводного подключения следует обратить внимание именно на версию C3S, так как именно она поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также способна воспроизводить потоковое видео со сторонних устройств. Пожалуй, самым весомым новшеством модели стало обновление процессора с А53 на А55. Производитель обещает аж до 60% дополнительной производительности и быстродействуя по сравнению с взяткой C2. Запас яркости также возрос, хоть и на незначительные 50 NC-люминов, а все равно приятно. Теперь проектор способен вытягивать не только 4К контент, но и даже 8К, правда всего при 24 кадрах в секунду. Хороший звук очень даже может пригодиться, ибо система охлаждения работает совсем не тихо. Самое главное в этом проекторе, что каждый может выбрать нужную ему комплектацию, в зависимости от варианта своего использования. Ну а ссылки на все проекторы из этого рейтинга я оставлю в описании. Вы же в свою очередь обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Ну и всем удачи, еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok